Мы вместе. Большое сердце довези врача до дома. Это неполный список общественных акций, призванных помочь населению в условиях пандемии коронавируса. Распространение COVID-19 объединило Общероссийский народный фронт, Центр социализации молодежи, неравнодушных предпринимателей и общественных помощников главы республики. В каждом районе создаются оперативные штабы, волонтеры оказывают населению любую помощь, покупают продукты питания, медикаменты, оплачивают услуги ЖКХ. Все для того, чтобы люди оставались дома и не подвергали свою жизнь опасности. Яркий пример – Ордонский район. Активисты ОНФ, Центра социализации молодежи сотрудничают в рамках акции «Мы вместе». На горячую линию звонят жители района. Волонтер принимает заявку. На бумаге фиксируют список необходимых товаров. Человеку остается только дождаться доставки. У нас уже было отработано 19 заявок. Сегодня будет еще 5 заявок уже отработано с тех, которые к нам поступили. Мы выезжаем и в далекие села, и в Нижний Феогдон, и в Нарт, и в Красногор, и по Ордону. То есть весь Ордонский район охвачен. К акции присоединились и предприниматели района. Теперь волонтеры безвозмездно помогают маломобильным и нуждающимся гражданам. Был определен список товаров первого необходимости. Каждый день активисты обрабатывают около 20 заявок. Чтобы не рисковать здоровьем людей, соблюдают все меры безопасности. Надевают защитные маски и перчатки, обрабатывают руки защитным раствором. А продукты передают на расстоянии вытянутой руки. Такая забота еще никого не оставила равнодушным. Спасибо большое, что вы оказали вам помощь. Мы благодарны за вас. Дай Бог вам здоровья. Не за что. Мы всегда рядом с вами. Общероссийский народный фонд. Все, что вам нужно, мы вам всегда поможем. Общими силами волонтеров, бизнесменов, неравнодушных граждан удалось организовать серьезную работу. По словам активистов, все предприниматели, которым обратились за помощью, сразу откликнулись на призыв. Это стандартный продуктовый набор. В нем товары первой необходимости. Две буханки хлеба, мука, подсолнечное масло, рис, макароны и фрукты. Все товары активистам предоставили предприниматели безвозмездно. Подобная работа ведется и во Владикавказе. Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров открыли штаб в Северо-Осетинской медакадемии. Оказывают помощь маломобильным и пожилым людям старше 60 лет. В штабе 120 человек. Также работает горячая линия. Каждый пожилой человек может позвонить на горячую линию, рассказать о проблеме и попросить помощи. Как и в Ордоне, волонтеры покупают продукты и лекарства, проводят профилактические беседы. «Волонтерский штаб, который будет отзываться на те просьбы о помощи, которые будут поступать на номер горячей линии в колл-центре, едином, который создал Общероссийский народный фронт. Номер этого горячей линии – это 8 800 200 34 11. На него можно звонить и попросить помощи, чтобы оказали волонтеры. И с этой целью сегодняшний штаб мы уже организовали. Заявки поступают сюда, обрабатываются и далее волонтерам оказывается соответствующая помощь». В рамках акции «Мы вместе» активисты уже обработали более 600 заявок. Позже к работе штаба подключились предприниматели и просто неравнодушные люди. Теперь у общественников есть возможность оказывать помощь и на безвозмездной основе. Активно работает и горячая линия Вячеслава Бетарова. Глава республики поручил общественным помощникам реагировать на все поступающие звонки от малоимущих и нуждающихся граждан. Только за один день помощники главы обрабатывают порядка 120 обращений. А география помощи вся республики. Гражданам привозят продуктовые наборы, а также оказывают материальную помощь. «Глава республики незамедлительно реагирует на эти обращения и он поручил нам, общественникам, с каждым обращением поработать. Мы сегодня закупили энное количество продуктов, медикаментов и подготовили небольшие денежные средства для того, чтобы помочь тем гражданам, которые обратились к нам. У нас есть социальный пакет, который под собой разумевает крупы, колбасу, печенье, какие-то другие консервные продукты. А также есть индивидуальные продукты, которые были затребованы от горожан». В условиях пандемии коронавируса помощь нужна не только больным, но и тем, кто борется за их здоровье. Герой в белых халатах сейчас на передовой. Работать приходится в авральном режиме. Зачастую времени нет даже на обед. Чем помочь врачам в этих сложных условиях? Этим вопросом озадачился предприниматель Алан Гатеев. Идея пришла сразу. «Ехал ночью по БАМу, увидел, что стоит машина скорой помощи. Уже ночь была. Видно было, что эти люди на дежурстве очень уставшие, замученные. И появилась мысль помочь им следующим образом – это предоставить в любое время, когда они работают, на наших точках бесплатно любые горячие напитки. Потому что, как мы все знаем, кофе, чай могут хорошо взбодрить, придать сил и так далее. Также сегодня будем передавать в КБСП кофе в зернах, потому что у врачей КБСП нет возможности приехать на наши точки. Поэтому хотим, чтобы у них и там была эта возможность взбодриться». А вот компания «Премьер Крю» пошла дальше и решила организовать для медиков обеды. Теперь, когда у бригады скорой помощи есть свободная минутка, они могут перекусить сэндвичами и блинами от поваров заведения. По словам коммерческого директора компании Ольги Мищенко, в сложившейся ситуации коллектив не мог остаться в стороне. «В день мы отпускаем обедов количественно, это где-то 25-40 бригад мы обслуживаем, то есть вот такой разброс, в каждом бывает по три заказа в среднем. Откликнулись они быстро, потому что мы связались с оперативным штабом, мы сказали, что у нас есть такая инициатива, мы хотим просто-напросто помочь. То есть это не акция с какой-то определенной целью, это не благотворительность, мы не помогаем нуждающимся, это просто желание помочь». А сеть супермаркетов «Наш» решила поддержать не только медработников, но и всех жителей республики. Руководством сформирован перечень товаров первой необходимости. В него вошли картофель, рис, мука, молоко, хлеб, растительное масло и сахар. Реализация этих продуктов в супермаркетах «Наш» производится без товарной наценки. Таким образом коллектив компании решил поддержать гаражам в непростой ситуации. «Так, минимальная розничная стоимость муки в сети супермаркетов «Наш» составляет 24 рубля, масло растительное 55 рублей, стоимость молока 38 рублей. Очень приятно, что данный социальный проект поддержал сразу несколько региональных ритейлеров». Угроза распространения вируса показала, насколько важна отзывчивость и взаимовыручка. Власти, бизнес, активисты и общественники, медработники и СМИ объединились общей идеей, потому что только вместе, соблюдая все меры предосторожности, можно справиться со сложной ситуацией, в которой оказался весь мир. Георгий Дзапаров, Игорь Вальцуховский, Хета Гопоев. Специально для программы «В итоге».